Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях молодая поэтесса Светлана Алькина. Светлана Алькина родилась в 1991 году, окончила филологический факультет Ульяновского государственного педагогического университета, работает в школе учителем русского языка и литературы. И сама пишет стихи. Она автор сборника стихов «Теплая книга». И по моим впечатлениям и ощущениям сама Светлана Алькина – теплый, добрый и трепетный человек. Представляем слово Светлане Алькиной. Добрый день, меня зовут Светлана Алькина. Я являюсь членом Ульяновской организации Российского союза профессиональных литераторов и членом Совета молодых литераторов города Ульяновска. Я пишу стихи с 13 лет и хотела бы рассказать о том, как пришла к этому и как развивалось мое творчество в течение долгого времени. Когда я закончила начальную школу, мы перешли в среднее звено, и я познакомилась с Морозовой Раисой Григорьевной. Это наш учитель русского языка и литературы, которая преподавала в Беречевской средней школе. Она организовала в нашей школе поэтический клуб, куда можно было приходить любым желающим и всем ученикам. Наши ребята учились писать стихи, она прививала нам любовь к литературе. И, например, прочитав какое-то произведение, мы должны были записать понравившиеся нам слова, а потом из этих слов составить какое-то стихотворение. Раиса Григорьевна иногда приглашала к нам в поселок Новая Беречевка еще и ульяновских поэтов. Потом в пятом классе мы пришли к Кузьминой Елене Александровне учиться. И где-то в классе восьмом я уже к ней пришла для того, чтобы она посмотрела мои стихи. Потому что у меня уже собралась тетрадка, где, наверное, штук 14 стихотворений было. И она очень удивилась. Увидела влияние Марины Цветаевой, Александра Блока. Ей вот показалось, что там какие-то отголоски есть. И она сказала, пиши, Света, пиши. После этого я подумала, что да, действительно, я, наверное, буду писать. Потому что мне об этом сказал мой любимый учитель литературы Елена Александровна. И стала продолжать писать. И очень сильно увлеклась поэзией в классе десятом. Я стала приходить к нам в библиотеку, в Сельскую, и в отдел поэзии. И брала книги, где были стихи ульяновских поэтов. Ну, не только ульяновских, но к ульяновским у меня была особая любовь. У нас там был такой отдел, да. И я переписывала их в тетрадке, в общую тетрадку, все стихи, которые мне нравились, и подписывала, кто автор. Некоторые авторы были знакомы. Вот Елена Викторовна тоже, конечно, стихи. Я переписывала себе в тетрадку. Татьяна Борисовна Толоконникова, Татьяна Мельник. Конечно же, мне очень нравились стихи. И Лилит Николаевна Козловой тоже. Я, наверное, все книги просмотрела, прочитала, переписала, которые мне нравились стихи. И для меня вообще ульяновские поэты были такими известными, такими высокими. Ну, просто как бы, я же сельская девочка, и мне казалось, что это прям вот звезды, до которых не дотянешься. Ну, то есть такого масштаба, как, я не знаю, как Алла Пугачева, например. То есть вот в таком ключе. И потом я поступила в университет ульяновский педагогический на филологический факультет. Это все, конечно же, потому что моя любовь к поэзии, моя любовь к творчеству, плюс к тому же я сама писала стихи. Я узнала, что у нас будет вести лекция Лилит Николаевна Козлова. Но я не решилась к ней подойти сразу, не решилась ей сказать о том, что я знаю про клуб ульяновский поэтический, что я знаю о том, что у нас в городе есть такие прекрасные, замечательные поэты. И, ну, совсем, то есть о себе даже не рассказывала, и даже никакого намека не было на то, что я хотя бы немножко люблю стихи. Уже где-то на курсе четвертом, на лекциях одного из преподавателей, я увиделась с Еленой Викторовной Кувшинниковой, которая сообщила нам о том, что в Ульяновске будет конкурс «Первая роса» и что можно поучаствовать в нем. И тогда я решила впервые отправить свои стихи на этот конкурс литературный. И впоследствии я заняла, по-моему, третье место в номинации «Поэзия». И была этому очень рада. Это был 2014 год. Конечно, стихи там были все такие наивные, детские. Потом я уже стала отправлять стихи на разные другие литературные конкурсы, когда поняла, что все-таки, видимо, что-то могу писать. Я познакомилась с Лайковым, и он пригласил нас в литературную студию «ЛИК» литературы, искусства, культура. Там я познакомилась с Машей Богдан, с Сашей Дашко. И мы периодически встречались, обсуждали поэзию, читали свои стихи. И потом я устроилась работать в среднюю школу номер 66, учителем русского языка и литературы. И узнала о том, что я буду работать вместе с Татьяной Борисовной Толоконниковой в одном учебном заведении. Для меня это было очень символично, и я удивилась, что такое может быть. То есть девочка, которая когда-то читала стихи Татьяны Борисовны, и думала, что никогда не будет рядом с этим человеком, оказалось, что мы даже работаем вместе. И она меня пригласила в клуб поэтов. Для меня это тоже было очень волнительно. И я хочу прочитать свое первое стихотворение, которое называется «Мой мир». Я снова в гости к одиночеству, С утра позавтраков пришла, Побыть одной сегодня хочется, Там, где не существует зла. Мой мир не странный, но загадочный, Слегка задумчив, но непрост. Повсюду здесь летают бабочки, От зла к добру построен мост. Мой мир одет в зелено-розово-голубо-белые цвета, Здесь веет запахом березовым, А слово «громкая беда» здесь никогда не произносится, Здесь верность, искренность, любовь. Моя душа все время просится В тот мир, придуманный снов. Я здесь одна, но я довольная, Мне здесь свободно и легко. Окончен стих мой, И невольная от мира оказалась далеко. Я хочу прочитать стихотворение «Первый поцелуй». Дыхание, ночь, прикосновения, Сливались губы осторожно. Нас поцелуй, как сновиденье, Все время спрашивал, а можно? Так нежно, ласково, тревожно Мне было в этот самый час. Сливались губы осторожно. Мы целовались в первый раз, Так сладостно моим губам. Мы целовались ненарочно, Делили счастье пополам, Сливались губы осторожно. А ночью, сидя у окошка, Я поцелуй наш вспоминала. Сливались губы осторожно, И лишь луна об этом знала. И Лилит Николаевна пригласила меня Вступить в член... Получить членство В Ульянской организации Российского союза Профессиональных литераторов. Для этого нужно было Подготовить подборку стихотворений, Чтобы вышла книга. Я к этому готовилась очень долго. И в 2018 году Вышла моя книга, Которая называется «Сборник стихов. Теплая книга». Это название я выбрала не случайно, Потому что в этот момент я... У нас родился ребенок, И я начала заниматься В декретном отпуске Вязанием. Я вязала шапочки, Рукавички, И шарфики. Мне очень нравилось, Как это все выглядит. И вот тепло Я хотела передать Этой книге. Поэтому Появилось у меня такое название «Теплая книга». После того, как книга вышла, Я провела презентацию книги И вступила в Совет молодых литераторов Наш Ульяновский. Стала вести активный Образ жизни Поэта-литератора. Меня пригласили Поучаствовать во Всероссийском совещании Молодых литераторов. Я побыла в Ульяновском Всероссийском совещании. И потом Прошла отбор В Всероссийское совещание В Химках. Которое проходило в Химках. И Тогда я уже стала больше Я стала понимать, что Ну что все-таки я что-то значу. Что я умею Писать И что стихи у меня бывают хорошие Когда я, например, была На Всероссийском совещании В Москве Там у нас были Тоже известные поэты И писатели Например Редактор Валерий Хатюшин Мои стихи вошли В Мое стихотворение Прошло отбор и попало в Молодую гвардию Журнал «Молодая гвардия» В этом году я Поучаствовала в фестивале В Гриновском фестивале В городе Архангельске И тоже Мои стихотворения Прошли отбор Я стала финалистом И их опубликовали в Альманахе Остров надежды Я не поэт Я творческий ребенок Я мир творю Свой мир без облаков Я легкий свет Я светлая с пеленок Я жизнь свою Пишу из фраз и слов Я не поэт Мне им не стать Куда мне До Пушкина, до Блока и других Семнадцать лет всего лишь мне Я тайна Мой неприметен в жизни стих Я не поэт Я мысли лишь рифмую Я для себя пишу Не для людей Не для газет Я в книжку записную Пишу стихи Чтоб стало мне теплей Кошки-мышки Ты все еще ждешь меня Я же уверена Но слишком боишься Что я не по-доброму Ты с нею живешь Как котенок потерянный Мурлыча примкнув Оказался подобранным А я далеко Не хозяйка Прохожая Не в силах моих Тебя звать И кискискивать Она же совсем на меня Не похожая Она только Мышью готова Попискивать Все сделает так Как захочешь Как скажешь ты Во всем И блажит Она рядом Домашняя Но знаю Тебе в односчастье Покажется Игра в кошки-мышки История страшная Ведь жизнь Ее мышья Скупая Хитрющая Она же Наскучит тебе И согрушится А я ведь была Для тебя Самой лучшей И наша любовь По кирпичику Рушится Но ты еще ждешь Я все чувствую Верю я Воды утекло Не собрать Ее ведрами Количество слез Тех пролитых Немерено Но я до сих пор Еще знаешь По-доброму Тоска по детству Оглядываешься Вспоминаешь Все кажется Что нет сил Задумываешься Скучаешь По детству В котором жил Печалью своей Лепечешь Бессвязные Строки сны Казалось Что будет легче Со следующей весны Но времени Не отмечает Лицкой суеты Прожил Задумавшись Понимаешь Где детство В котором жил Где лето В котором свежесть И бодрость Когда искал Тот мир Что румяный бежев Из крупких Больших зеркал Прошло Пролетело Скрылось Не встретишь И не вернешь Главное Чтоб не снилось Настоящее Где живешь Очень нравится мне Стихотворение Столица моё Вспоминает о ней Опуская свои ресницы Безнадежно молчание Пользователь в сети Есть работа Карманы полные Жизнь в столице Ощущается грусть Недолгая До пяти Временами не покидает Ее страницу Хорошеет Почуял запах Ее духов Сел в машину Остановился Уединиться Он свободен Как волк Созвездие Близнецов Бесполезно Стучаться Больше Не дозвониться Холодна Как ветер Кажется Не возьмет Лишь одно Тревожит Образ Ее Приснится Он Закроет Глаза Устала Совсем Вздохнет Больше Незачем Знать К чему Она там Стремится Как проводит Свой день Смеется Или грустит У тебя Ж работа Окно Безламповое Столице Лишь Осталось Оформить Счастье Свое В кредит Работая В школе Я Продолжила Заниматься Творчеством Продолжила Писать Стихи И Выйдя После Декретного Отпуска Я даже Стала проводить Литературные Гостиные В нашей Школе И Приглашала Ульяновских Поэтов Молодых Ульяновских Поэтов Например Анна Кольцова К нам Приходила В гости В позапрошлом Году В прошлом Году приходил Евгений Будунов И Сергей Николаев Ребятам Очень нравится Когда к нам Приходят Поэты Я думаю Что Я этим Буду Заниматься И дальше Потому что Сама Тоже Выросла На Поэзии И Меня так Воспитали Что Нужно Детям Прививать Вкус Литературный Вкус Теперь я Прочитаю Стихи Из Нового Неторопливый Трамвай Тулумбасник В послеобеде По рельсам Гремит Зонтика Нет Нездоровится Насморк Не превратился Еще в гайморит Ты Как обычно Забыла Наличку Транспортной Карты Оплатишь Проезд Взгляд Свой Потерянный Мил Эланхоличный Переведешь На облезлый Подъезд И Не заботясь Об иммунитете Студишься Изморосью Сентябрей Музу В моменте Пытаешься Встретить Но Разгребаешь Поток Новостей Тонешь Под грузом Забот И волнений Тяжко Вздыхаешь А воздуха Нет Остановись Умоляешь Мгновенье Где-то Вдали Едет Твой Драндулет Неторопливый Но Как Эталонно Держит Свой Путь Беззаботный Трамвай Вот И Приехал Пройдешь Вглубь Вагона Выдохнешь Слезно Когда Уже Май Конечно Я Посвящала Стихи Своему Сыночку И Первое Мое Стихотворение Называлось Комочек Хочу Немножко Предыстории Рассказать Моя Крестная Очень Хотела Чтобы я Написала Стихотворение Про сына Но Вот У меня Как-то Не было Вдохновения А Потом Я решила Что Наверное Пора И Назвала Своё стихотворение Комочек По сугробам Топая Ботинками Пальчик Мамин Держит Кулачок Вглядываясь В небо Со снежинками Прячет Носик Свой В пуховичок Снарядившись Снежными Комочками Карапузик Тянет Язычок Расписать Расписать Все тропки Ангелочками Раз Два Три Снеговичок Как Приятны Зимние Прогулочки Крохотулька Бодр И Краснощек Снегом Припорошенные Улочки Собранные Волосы В пучок Все дела Отложены Домашние За плечами Старый Рюкзачок Обниматься Степлым Мальчугашкою Называть его Мой светлячок Шепотом Про счастье Лишь картинками Теребя Запутанный Шнурок По сугробам Топает Ботинками Наш комочек Маленький Сынок И летом Я сочинила Новое стихотворение Для него Надеюсь Что когда он Вырастет Он это тоже Услышит Сыну Когда ты Взрослым Станешь Наш сынишка И хорошо Научишься читать Я расскажу тебе Каким ты был Мальчишкой И в рощу Как ходили Мы гулять Я расскажу О том Какой ты смелый Как на велосипеде Мчишься вдаль Справляешься Ты ловко С каждым делом Стараешься Всегда Прогнать печаль Ты знаешь Буквы Черчишь Человечков Стихи И песни Помнишь Наизусть На ухо Шепчешь Добрые словечки Когда я По хозяйству Суечусь А с детства Ты так любишь Уголочки На одеяле Ласковый Наш сын Стучишь По доскам Детским молоточком В корзине Много У тебя машин Ты быстро Очень пазлы Собираешь А перед сном Пьешь с молоком Свой чай Нам дня Хорошего Всем по утрам Желаешь И часто Просишь Книжку Почитай Какая же Красивая Ты мама Произнесешь Так нежно Комплимент Сердечко Наше Сын Любимый Самый Весь этот мир Тобой Одним Согрет Я знаю Что передача Выйдет Уже в январе И поэтому Мне бы хотелось Прочитать стихотворение Которое я Написала в прошлом году В сочельник Свечи гирлянды Зажгутся на улицах Вспыхнут огни фонарей Всем православным Рекомендуется В прорубь Нырять в январе Спрячу за пазуху Крестик нательный Духа святого Явления В пруды Ждут благодати В крещенский сочельник Христосовой Освещенной воды Богу помолятся Дом окропляют По христианским обычаям Жить все православные Пообещают Бережно воду Святую хранить Свечи зажгутся Церковные светом Будут в крещенье Дрожать и гореть Теплым Оранжево-желтым цветом Этот январский вечер Греть Я поздравляю всех С Новым Годом И желаю вам Всего самого наилучшего В Новом Году Благодарим Светлану За участие В нашей программе А нашим Постоянным Зрителям И читателям Сообщаем Что в следующем Номере Журнала Симбирск Можно будет Прочесть Подборку стихов Светланы Алькиной Всех Дорогие друзья Поздравляю С Новым Годом Желаю добра Радости Благополучия Мира Душе Искренне Ваша Елена Кувшинникова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова